все чаще я забываю что я это ведь мой канал я буквально могу делать все что захочу какой-то барьер не позволяет мне творить творить полную дичь на этом канале а я хочу я вот чувствую то что что-то врывается из меня врывай поехали кстати в данной комнате чем больше я снимаю тем становится жарче так что все больше и больше ролик я начну я буду обливаться потом капельки крупиночки воды будут стекать у меня полбу все я лысею кстати видите все скоро я буду как кубрик погуглите кубрик я это вырежу потом всем привет с вами я бебе и буквально пару месяцев назад я приобрел плойку и совсем недавно я подумал а почему бы мне это событие как-нибудь не монетизировать а ой а что это тут у меня такое это это компьютер это подставка для какао это какой-то очень странный космический корабль из космических рейнджеров может быть это кусок китайской зал это playstation 2 playstation 2 этот кусок этот бесполезный дешманский кусок китайского железа прямой доказательства того что вы можете выпустить абсолютно бичарскую консоль на рынок и и будут покупать и она победит в поколении при условии что на ней будут хорошие эксклюзивные игры феномен реально феномен в данном ролике я поясню во первых зачем я это купил то что я уже просто предвижу сообщение о том что этот дебил не знает что он может просто установить эмулятор на комп и он сэкономит я знаю что такое эмулятора ребят я знаю а заодно расскажу про действие которое мне пришлось сделать дабы эту консоль приобрести и действие благодаря которым не пришлось заставить все это у себя тут заработать чтобы хотя бы минимум поиграть но пред этим знаете это немного не по плану было имба energy это лучший энергетический напиток без сахара а если кто поспорит я приду к нему домой и оторву ему им бы есть замечательнейшая для вас новость с корнем вырву как мандрагору из гарри поттера 2 ты понял меня совсем недавно у них появился замечательный вкус бабл гам и судя по отзывам довольных покупателей вкус очень даже даже вообще на данный момент мой самый любимый вкус барбарис его я пожалуй по ощущению оценю как кислый на 4 из 10 сладкий на 8 из 10 и насыщенный на 10 из 10 я вот энергетик попил и прям чувствую как первобытная мощь бежит у меня по ведом я буквально готов сейчас выйти на лестничную площадку найти сосед прийти к нему домой или стать мангу токийский гуль также им бы появились стартеры паки благодаря которым ты сможешь затарить сразу несколько вкусов и точно решить какой тебе зайдет наверняка к тому же радостные новости жители украины на не тоже могут заказать себе имбу energy радостно а еще не забываем что по моему промо кодику имеются скидосики для адекватных и абсолютно разумных имба energy переходи по ссылке в описании под роликом и заказывай имбу прямо сейчас когда-нибудь у меня случится трагедия в жизни и мы и я ее монетизирую да да предсмертная записка в которую вшита интеграция гениально саму консоль я брал на ebay версия паловская в комплекте два геймпада карта памяти и несколько игр самых разных цена 11к плюс полторы доставка я считаю то что это выгодно хотя конечно же знатокам из комментариев сейчас будет намного виднее ты мог купить эту консоль за 500 рублей со вшитым ссдшником на 1500 миллионов игр и 1050 ти я реально не удивлюсь если вы будете писать комментарии что-то типа психопат ютубер с транжирскими наклонностями хвастается пред нищий аудитории из третьего мира своими инфантильными покупками изначально я приобрел консоль для того чтобы проходить для роликов те или иные игры которые на пока не выходили допустим я хотел бы сделать ролик по играм по властелину колец конечно же возвращение короля вышло на пк ну вот те же две башни обошли письма старой стороной еще есть консольные гарри поттеры для второй плоти которые ко вселенской иронии куда более графонистые и богатые на игровые механики их тоже надо пройти и пройти надо максимально аутентично я очень сожалею что первые две игры по гарри поттер для playstation 1 я прошел на эмуляторе уверен что вам было бы интересно узнать разные подробности именно визуальные слэш тактильные про то как это по ощущениям играется именно в том самом виде в каком и задумано изначально еще конечно было бы классно для полноценного сетапа прикупить телек но это уже тема для отдельного ролика а еще после данной покупки я узнал одну замечательнейшую вещь в 2021 году играть в playstation 2 не очень-то very easy breezy просто так взять и подключить консоль к телеку нельзя ибо никто сейчас более не вставляет телеки разъемы под колокольчики а значит нам нужен подходящий переходник и конкретно на данном этапе я не просто обосрался обосрался в perfect past continuous начнем с того что я хотел купить в озоне переходник с композитного кабеля на hdmi но вместо этого купил переходник с hdmi на композит да тут сработало банальное незнание и отсутствие опыта это как если вместо того чтобы заняться сексом с мужчиной дать мужчине заняться сексом с тобой следом я купил именно то что хотел и наконец-то я смог запустить консоль и не просто запустить но еще и захватить карты захвата и даже записать пробные футажи после этого я списался все олдскулом и тот посоветовал мне приобрести компонентный кабель ибо качество будет лучше их кстати чел классные ролики него интересные всем советую именно это я и сделал я заказал для второй блоки компонентный кабель но как оказалось для компонентного кабеля надо брать еще другой переходник на hdmi потому что ну тычинок много а вот пестиков то нема в этот раз я заказал данную штукенцию давай работой фокус вот данную штукенцию и как оказалось она замечательно работает с телевизором но вот к сожалению с моей внутренней карты захвата и мониторами как оказалось первый переходник с композита мало того что превращал картинку съедобную для hdmi так еще и обскейлил разрешение до 1080 а этот переходник разрешение не обскейли то потому карта захвата и монитор почему-то отказываются воспринимать такое низкое разрешение за что я вообще плачу это что за пососня и конкретно на этот момент ролика я думаю все сторонники эмулятора скажут нифига ты гений утер нам умником нос вместо того чтобы сделать все просто как мы сказали ты взял и пососнул члена гениально фантазии хоть отбавляй в общем я все еще в процессе покупок самых разных штук для для максимально комфортного древне консольного гейминга и тем более я не расстраиваюсь ведь в конце концов это все опыт это раз а во-вторых всякие эти штуки в конце концов помогут мне когда я начну заказывать иные консоли как например dreamcast оригинальный xbox вот прямо это будет страшная резина но теперь немного про игры которые у меня есть дисков у меня достаточно много но расскажу и про некоторые за который глаз зацепился особенно сильно ну и заодно поведаю вам про разные интересные забавности и начнем мы пожалуй с красной бригадой для playstation 2 вы не поверите но за бугром больше всего котирует именно эту версию сказывается тот факт что очень многие провели свое детство именно с консолями они с пк да да для нас это шок и кстати это я сужу больше не просто по интернету а по личному общению с людьми и хоть очевидно что пока версия выглядит куда графонистее консольная версия выглядит лампово до разрешение низкое кубики но именно такое месиво многим и въелось в голову именно в такую версию некоторым людям играть куда приятнее плюс создается впечатление что именно консольная версия изначально и делалась ибо игра выглядит куда гармоничнее меню интереснее а еще тут есть достаточно интересная функция более точной стрельбы ибо стрельба с геймпада порой то еще жопа особенно когда по лампочке попасть хочешь пожалуй в такой форме игру вполне можно перепройти и даже кайфануть именно это я и сделаю по этой же причине один мой знакомый купил ps2 а конкретно для игры в консольные дмс ибо пк-шной версии он абсолютно не воспринимает из пены рта доказывает что именно на консольке все мыло освещение и прочие эффекты работают куда лучше особенно подобным мышлением славится сша как до сих пор помню как когда я в 2015 работал в парке развлечений один мой товарищ местных очень знатый торч травакуру которого был бонг виде свастики хвастался мне тем что он все свое детство играл фейбл сугубо на оригинальном иксбоксе и что играть в пк-шную версию фейбла это зашквар когда же я ему сказал что у меня вот например есть фейбл версия в стиме то он знатно бомбанул потому что нельзя играть фейбл на пк нельзя это неправильно а потом он у меня спросил что такое steam однако есть некоторые игры которые при любом раскладе на консольках выглядят и играются хуже взять например тот же самый принц персии в обычной ситуации я бы его вряд ли взял потому что во первых очень много людей уже про него сделали ролики а во вторых то что от пк-шной версии он отличается максимум управлением на геймпаде это вроде на пк тоже можно играть геймпадом и тем что на консоли просто отвратительнейшая оптимизация игрофоний данный пример я привожу дабы вы уснили одну из самых важных мыслей если у вас нет каких-либо воспоминаний теплых связанных с консольной версии игры и лишь она ничем хорошим не отличается то лучше бы ее обойти стороны дабы не шокироваться ибо именно после таких игр впечатления консоли и портится но он был в комплекте с консолью так что в принципе грех жаловаться одним из ярчайших примеров будет медаль за отвагу которая имеет замечательнейшую графонистую мягкую версию для третьей плойки и просто кошмар но второй плойки конкретно вот это диск с катастрофы внутри это что такое вообще это сколько 10 5 как вообще в продажу пустили это даже не мезозой это рептилоидство какое-то я даже никак прицелиться не могу из ужасной оптимизации гадость это не играбельно это кусок это кусок садамии однако бывают случаи с точностью наоборот как например вдруг не с того ни сего на пк порт вышел абсолютно отвратительным не играбельным и единственным адекватным легитимным способом будет прохождение игры на консоли и самым ярким примером пожалуй будет человек-паук 2 в ранних двухтысячных с играми по человеку-пауку была лютая неразбериха сначала вышли спайдермен 1 и 2 для ps 1 и пк однако потом вышли фильмы от рейми и издатели решили выпустить 1 и 2 паука уже по фильмам если по первому фильму игра вышла на все платформы тот по второму фильму было решено сделать прекрасную игру на консоли и этот мир зоднейший мерзкий отвратительный обрубок кастрат инвалид убожество на пк в которой я кстати играл в детстве благо даже тогда будучи малым я не был настолько тупым чтобы считать это хорошей игрой и тем не менее я прошел игру полностью кстати уровне с мистериум не до сих пор кошмарах снятся ну а теперь давайте поговорим о самой главной причине почему возможно стоит конкретно вам взять вторую плойку и это эксклюзивы игры в которые вы нигде не поиграете кроме как на консоли или на эмуляторе моментально пример приведу гран туризма который мне тоже попался в комплекте с консолькой обычно я гонки не котирую просто потому что играть них нормально не умею но тут я признаю что видно как игра даже на такой не особо новой консоли выглядит по-феноменальному естественно я бы даже сказал реалистично а все потому что над экзами разумеется работать тщательнее дабы на консолях они работали лучше и выглядели красивше тот же getaway несмотря на все свои проблемы тоже выглядит сасно прекрасно а еще я для футажей не смог даже первую миссию пройти ибо я лесная криворукая чмо что-то мне уже даже ссыкотно по этой игре ролик делать это же геморрой будет ну и наконец-то мы подходим к одной из самых главных причин почему по крайней мере я взял вторую плойку для будущих разборов серии silent hill сильнее умнейшими мира всего считается то что именно на playstation 2 и не на эмуляторе именно на playstation 2 самый легитимный и адекватный способ пройти и получить самый стопроцентный экспириенс на данный момент на второй плойке у меня есть 2 3 4 и где-то у меня лежит лицуха для первой плойки но я вам сейчас и не покажу наверное покажу потом и тут я даже особо объяснять не буду почему оставим это для будущих роликов скажу лишь то что я рад что мне удалось заиметь эти игры пока есть такая возможность а диски не стоит по 40 кесов за штуку и благо я не испортил себе experience игры вожди переиздания которые ой господи ну ладно об этом тоже потом как-нибудь у меня есть еще очень много дисков но думаю вам пока что их смысла показывать нет потому что я знаю среди вас есть есть очень много знатоков и ценителей это же шедевр тачку на прокачку лучше при монтаже это потом выезжу ладно из ближайших целей я подмечу что мне необходимо взять подходящий телек если среди вас другие знатоки которые скажут блин бэпс для ретро гейминга тебе подойдет такой вот замечательный телевизор и я даже знаю где тебе взять где тебе его заказать и чтобы тебе нормально привезли не раз тормошили в дребезги я тебе сейчас обязательно напишу об этом в комментариях я реально буду очень благодарна таким людям глядишь даже приду к вам ночью и вас как засосок а еще потихоньку я буду закупать игры допустим я бы с радостью заимел бы консольные гташки гарри поттеры готхенд а вы же я надеюсь узнали для себя много чего интересного если у вас есть какие-то вопросы предложения то обязательно пишите и в каком-нибудь следующем на данную тематику ролики я эти вопросы либо на эти вопросы либо отвечу либо данные темы обсужу давайте не остановимся только на данной рубрике если вам было интересно то реально дайте мне знать я я стараюсь я даже достал камеру я даже в кимоно нарядился чтобы выглядеть цивильно потому что мне надо почаще мелькать мойской в роликах от многие уже забывают как я выгляжу еще подумают то что тут мексиканец какой-нибудь канал видит ну а заодно вы теперь поняли куда все идут деньги с рекламой монетизации в роликах не на машины у меня нет машины не на квартиры я живу в двушки не на дом у меня нет никакого дома не участка все это уходит вот на это я реально походу я реально психопат транжира иначе это просто объяснить не могу она сегодня все дорогие мои друзья как же здесь жарко это кошмар мы купили кондер в этом году вот кстати куда еще деньги идут и кондер у нас стоит другой комнате и он в принципе охлаждает всю квартиру то есть до этого в этой комнате было в принципе нормально учитывая то что у нас сейчас за окном допустим 35 36 в этой комнате было 23 но я сейчас закрыл дверь и я просто просто я я потею вам сейчас видно меня нет увидеть мою залысинку вот я потею я потею я плавлюсь я сейчас как плавленый шоколад это моя попыточная я так могу дурачиться весь день но тогда ролик будет совсем не об этом надо будет просто как-нибудь потом поставить камеру и просто так сидеть и о чем-нибудь вам болтать рассказывать что нибудь не на вопрос отвечать именно просто рандомно рассказывать всякие вещи но если захотите а пока что на сегодня все ролик по урожайску делается делается если что все процесс пошел но следующий ролик наверное будет не про урожайск потому что я его не успею пока что сделать там работы много я чё-нибудь придумаю а на сегодня все до скорых встреч и пока и